Приветствую всех искренно любящих Господа Иисуса Христа. Бог создал человека и поселил его в Эдемском саду. И Бог создал второго человека в помощника ему. Во время искушения мы замечаем, что почему-то эти два человека, вместо того, чтобы помочь друг другу, конкретно Ева Адаму, почему-то они находились в разных местах. И этот момент употребил дьявол и подошел в форме змея и через змея, чтобы искусить. В чем заключался смысл, что Бог создал помощника для Адама? Чем Ева должна была помочь Адаму? Мы на это, когда смотрим взглядом человеческим, нам кажется, что Ева должна была помочь, но практически это была помощь от Бога. Бог часто протягивает руку помощи нам, мы не осознаем, что это делает Бог. И в данном положении это Бог притянул руку к Адаму, чтобы помочь ему в чем и для чего. Написано, что Бог приходил во время прохлады в рай, чтобы пообщаться, поговорить с Адамом. Значит, у Бога не получалась возможность общаться с Адамом во время зноя. Если мы подразумеваем, понимаем, что зной – это искушение или испытание, или огненное искушение, это обозначается, что в нашей жизни, если мы находимся в Адаме, тогда в нашей жизни получается, что Бог не может с нами общаться во время искушения. Мы падаем, мы не можем читать Писание, мы не можем общаться, свидетельствовать о Христе. А Богу нужно, чтобы Он мог общаться с нами везде. Итак, Бог, чтобы мог общаться с Адамом, Он дал помощника. Вот этот помощник был, значит, человек женского пола. И вот она должна была своим присутствием, своей сути помочь Адаму. В чем? Адаму нужно было учиться обучению. Обучению общения в духовном смысле. Он обучался, как общаться с человеком. Человек с человеком, когда общается – это величайшее искусство. Мы смотрим, что на земле человек без человека жить не может. Но, однако, мы замечаем, что и человек человека уничтожает, потому что он не терпит присутствия другого человека. Как делать? Как понять человека, если он не может жить без человека? А почему он уничтожает вокруг себя всех? Почему делает так, чтобы в его присутствии другие люди дискомфортно себя чувствовали? Или громкой музыкой, или плохими словами, или плохим поведением. Почему человек не делает так, чтобы было комфортабельно другому человеку в его присутствии? Вот этому и обучал Бог, чтобы Адам мог обучаться, общаться с человеком. Итак, Ева была именно тем средством, через чего Бог обучал Адаму общению с людьми. И еще второе положение. Ева была тем средством, через чего Адам мог выразить свою любовь и научиться любви, научиться любить человека. И через человека он мог понять понятие любви Божией и любить Бога. Если первая заповедь говорится «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всеми силами твоими и всей душою твоей», как это возможно было Адаму? Как это возможно было? Боже, неоткуда ты взял эти заповеди? Ведь эти заповеди были в Боге. И если Бог вечный, а Он вечный, значит эта заповедь была и тогда в Боге. Значит в действиях Бога была и вот это действие и этот промысл, чтобы вот это было у человека. И посему Бог дал Еву, чтобы Адам научился любить и любить после этого Бога, чтобы возможно было с Богом общаться. Написано, что Бог есть Дух, Господь есть Дух. Если Он Дух, значит Адам не смог с Ним общаться по плоти. Значит Адам должен был с Ним общаться в Духе. Вот этому общению, духовному общению, Бог нас обучает здесь на земле. Бог, когда увидел действие Адама, и это действие было негативное, в каком плане? Потому что 1 Тимофею 2 глава гласит, что Ева была искушена, и во время этого искушения она упала в грех. А Адам не был искушен. В чем? То есть Адам согрешил сознательно, осознанно. Почему? Этим действием Адама доказывает Библия, что Адам реально показал свою любовь к Еве. Что он не хотел оставить Еву одной. И он показал свою любовь. Таким образом, Богу вот этот шаг был нужен. Не для того, чтобы человек упал, но для того, чтобы человек был обучен к любви. Из-за любви человек жертвует. Что сделал Бог до того, как создать человека? Бог заранее написано, что у Бога был Агнец. Агнец, который был заклан от создания мира. Это книга Откровения, 13 глава, 8 стих. Этот Агнец Иисус Христос был заклан еще тогда, когда не было создано ничего. И Бог с помощью этого Агнца создал все, как через великого архитектора. Он, та жертва, которую Бог положил для того, чтобы человек, вразумея, веря в эту жертву, принял свое собственное спасение. Этим Бог выразил свою любовь. Написано, что Бог свою любовь открыл нам тогда, когда мы были еще грешниками. Значит, Ева, будучи грешницей, Адам возлюбил Еву. Из-за того, что он полюбил Еву, он пошел на осознанный грех. Бог возлюбил нас, но Бог не может впасть в грех. Он не может осознанно и сознательно войти с нами в этот же грех, чтобы получить тот же самый удел и участь. Тогда Бог что сделал? Он взял Своего Сына Иисуса Христа, плаженного нашего Царя Царей, Господа Господ, и постал на землю. Иисус Христос согласился надеть человеческое тело, человеческую плоть, и здесь на земле осознанно пошел на принятие греха. Он, будучи негрешным, он, не сделав ни одного греха, стал самым грешным человеком, потому что он взял мои грехи, твои грехи и грехи всех людей на себя. Он взял все грехи и сказал, что вы негрешны, это я грешен, вы не согрешили, это я согрешил, это я взял, я беру ваши грехи на себя. Я тот, который пришел, чтобы сознательно взять ваш грех. Адам сознательно взял и участвовал в грехе падения Евы. А вот Иисус Христос сознательно, осознанно пришел и взял все наши грехи на себя. Бог сегодня хочет, чтобы каждый человек вот это разумел. Несмотря, что уже две тысячи лет и больше, как жертвоприношение Иисуса Христа на земле есть уже в физическом смысле, но христиане еще не полностью понимают величину той жертвы, которым Бог пожертвовал собою через Иисуса Христа, чтобы взять наши грехи на себя самого. Посему и человек до сих пор может себя настолько бичевать духовно, что он может себя и не простить в этом плане, когда Бог прощает его самого. Это не позволяет человеку приближаться с Богом. Цель Бога через человека была в том, чтобы человек мог общаться через общение человека с Богом. То есть, Бог приводит человека в состояние духовное, где человек в духовном смысле общается человек с человеком и через это обучается, как в духовном смысле и в духовной сфере общаться через Духа Божия с Богом. Через Христа Иисуса Бог обещал, что будет посылать Своего Духа, Утешителя, который будет утешать нас, напоминать все слова Иисуса Христа, учения Его и будет ходораствовать за нас и обучать нас молитве. Этот Дух Святой сегодня делает все, чтобы мы могли стать духовными людьми. Апостол Павел это обучает так, что если мы Христа Иисуса знали по плоти, теперь и Его не знаем по плоти, теперь все новое. То есть, это говорил о духовной сфере, что и Христа знаем как духовного, и мы как духовные. Потом он в другом месте говорит так, что «А меня больше нет, я умер, потому что Иисус, Сын Божий, умер за меня, и я умер этим, потому что если один умер для всех, значит все умерли. Но если я сейчас живу по воплоти, то живу верою в Сына Божия, умершего за меня и предавшего себя за меня, и уже не я, но живет во мне Христос Иисус». Дорогой брат, дорогая сестра, если в тебе живет Иисус Христос, значит тебя больше не существует. Это духовная сфера. Написано так. «А кто соединяется с блудницей, есть одно тело с нею. Кто соединяется с Господом, есть один дух с ним». Мы, соединяясь с Господом Иисусом Христом, становимся одним духом со Христом Иисусом, и слава Господу за это. Да поможет нам Господь разуметь эту величайшую тайну. Итак, перейдем на другой уровень. 11 глава 1 Коринфянам говорит, что когда вы собираетесь на причастие, на вечерю Господню, то вы начинаете уничижать других братьев и сестер. Вы начинаете объедать их, потому что вы богатые, принесете хорошую пищу, и другие приходят без пищи или мало пищи. И они смотрят на вас, как вы кушаете, и с ними вы не делитесь. И вы начинаете их уничижать. Удивительный фактор в церкви Бога Живого, еще во время апостолов это случалось. Теперь, когда вы приближаетесь к чаще и телу Иисуса Христа недостойно, что такое недостойство? Все-таки, давайте объясним это недостойное состояние. Как человек подходит к телу и крови Сына Божия Иисуса Христа? В чем заключается эта недостойность? Что если вы подходите недостойно, не размышляя о теле Господнем. Человек не мыслит о теле Господнем. Он не думает о теле. Что такое тело? Тело – это не плоть. Тело – это не говорится о плоти Иисуса Христа. Тело – это церковь Иисуса Христа, которой Он искупил Своей кровью. Там есть тело, там есть кровь. Кровь – это не кровь, просто понятие крови. Не думайте, что вы пьете кровь. Вы принимаете цену. Ту цену, которую Иисус Христос предложил ради Своего тела, ради твоего брата и ради твоей сестры. За тело свое, за церковь свою. Если ты приближаешься во время причастия, не думая о теле, о церкови, не думая о твоем брате, не думая о твоей сестре, ты начинаешь попирать цену Иисуса Христа, Его кровь. Вот почему болезни допускаются к тебе. Ты болеешь. Вот почему многие умирают, потому что они таки остаются такими, которые не ценят церковь Бога Живого. Церковь Бога Живого – это цель и стремление Бога. Если снять из Библии церковь Бога Живого и Иисуса Христа, Библия потеряет свой смысл. Смысл Библии – это Сын Божий Иисус Христос и Его церковь. От самого начала книга «Бытие» и до самого конца книги «Откровение» говорится о церкови и о женихе, о Спасителе Иисусе Христе. Больше ни о чем. Поэтому мы должны понимать, что смысл Писания нам дано только для этого. Если смысл Писания в этом заключается, а ты осознанно начинаешь попирать то, за что Бог дал самую высокую цену Своего Сына, и Тот пролил Свою кровь, то каким образом ты можешь быть победителем, побеждать во всех сферах и стать перед Богом непорочным? Невозможно. Твоя непорочность находится в Сыне Божьем Иисусе Христе. И если ты начинаешь ценить то, что ценит Иисус Христос, только тогда приходит победоносная жизнь к тебе. Итак, Филиппийцам 2 глава, 1 стих гласит, «Если есть какая-то одрата любви, если есть какое-то общение духа». Посмотрим здесь на это слово «общение духа». Здесь идет вопрос общения духа не духа Божия с человеком, а духа человека с человеком. Мы должны иметь духовное общение. Когда мы начинаем иметь гармонию, юный сон с человеческим духом, то есть «мой дух с твоим духом, брат мой», «мой дух с твоим духом, сестра моя», когда мы дышим юный сон, когда мы понимаем Бога в духе, когда у нас одни мысли, одно мышление, когда мы во Слове Божьем, когда мы в святости и чести, именно тогда дух Божий свободно проявляет все дары между нами и среди нас. Дух Божий и воскрешает мертвых, и исцеляет больных, и делает чудотворения, и изгоняет бесов. Это делает дух Божий, это не делаем мы. Вот почему многие служители, величайшие пророки и другие, они падают в своей жизни и теряют свое спасение, не дай Бог, конечно. Потому что они, получая дары Бога живого, они эти дары употребляют для себя, возвышая себя и унижая тело Иисуса Христа. А ведь дары даны только для того, чтобы вот тело Иисуса Христа привести в это височайшее состояние, в котором находится ты, дорогой брат, и ты, дорогая сестра, которые имеют дары Бога живого. Если Бог делает так, чтобы мы сидели на троне Бога живого, а как же мы должны поступать с братом и сестрой, которые, допустим, в духовном знании ниже нас, или не знают столько Бога, как мы знаем, или не имеют познания, или откровения, или пророчества столько, сколько мы имеем. Все это нам дается не для нас самих, а для церкви, для тела Иисуса Христа. Итак, причастие, вот это божественное явление дано для того, чтобы человек мог иметь общение духовное. Вот эту нашу проповедь, вот это наше слово, мы спокойно можем называть общение духа. Брата с братом, сестры с сестрой, брата с сестрой, сестры с братом. Общение духа. В духовной сфере нету той грязи, которая есть в полоской сфере. Если человек не имеет духовного общения, а имеет только в полоское общение, они впадают в грех, это часто бывает, и церковь порочится. Вот почему земная церковь становится великой блудницей, которая становится пяным кровью святых, умничтожает, убивает святых. Потому что там нету духовного общения, там нету общения духа с духом. А Бог нас этому обучает. Значит, Эдемский сад был дан для того, чтобы Адам мог научиться с помощью Евы, и это была помощь Бога живого, с помощью Евы обучиться обучению к духовному общению. Чтобы через это духовное общение он мог общаться с Богом в духовной сфере. Точно так же и церковь Бога дана для того, чтобы мы научились общаться с братом и братом, с членами церкви И в духовной сфере, чтобы через этот Дух мы могли общаться с помощью Духа Спятого с Богом, как с Духом, потому что Бог есть Дух. И мы не сможем с Богом общаться совершенно в другой сфере, только в духовной сфере. Этому величайшему тайну Бог обучает нас. Вот почему и апостол Павел 1 Корнифян в 5 главе говорит так, что когда вы соберетесь вместе, и мой Дух с вами, «Хотя я отсутствую телом, плотью, но Духом нахожусь с вами». Духом находиться там. Итак, написано, Библия утверждает, что чтобы мы были едины в Духе, в союз мира, в союз мира хранить, в единстве Духа, мы должны понимать, насколько это важно. И Божий Дух нас обучает именно этому величайшему искусству общаться в церкови в Духе, быть единым в Духе. Этому обучает нас. Не любя брата или сестру, невозможно исключается иметь общение в Духе. Первое послание Иоанна, 1 глава 6-7 стихи об этом говорят, что если мы говорим, что ходим во свете, то должны иметь общение друг с другом. И только тогда кровь, сцена Божия Иисуса Христа, начинает очищать нас от всякого греха. Именно общение Духа, когда мы общаемся с братьями и сестрами в Духе, это помогает нам очищаться. Другого очищения нет. Сегодня ты не будешь делать этот грех, но в тебе это остается. Через 10 лет еще худшее будет твое падение, нежели тогда. Потому что грех там дремлет. Однажды он пробудится, и тогда будет худшее. Когда ты общаешься в духовной сфере, когда ты уже духовен, ты уже духовный, Колоссянам 3 глава говорит, что и так Бог дал нам такую любовь, чтобы нам называться и бить детьми Божьими. И 1 глава Колоссянам утверждает, что мы люди, которые пришедшие к Господу, должны понимать того, который создан по образу и подобию Божию, рожденный прежде всякой твари. Мы сознаем Господа Христа, мы понимаем Его, не разумея Христа, не познавая Христа, мы не сможем никогда познавать Его дело. Сначала Христос, потом Его дело, а Его дело – это я и это ты, это брат и это сестра, должны это разуметь. Итак, если мы новая тварь, новое творение, мы должны искать горнего, как говорит Павел. И когда мы мертвы, и наша жизнь сокрыта в Боге, во Христе, когда же явится Христос, жизнь наша, и мы с Ним во славе будем являться. Итак, если сейчас нас нет, нас нет, мы в духовной сфере, мы должны общаться в духе, и в духе должны иметь это единство. Да поможет Господь нам иметь это единство. Да поможет нам Господь понимать, вот в чем дается помощь. Если там Адаму от Бога была дана помощь Ева, чтобы он мог научиться обучению, общению в духе с Богом, то здесь в церкви нам Бог дал многих братьев, многих сестер, как помощь от Бога нам, чтобы нам научиться общению в духе, чтобы нам общаться с Богом. Мы должны ценить каждого брата, мы должны ценить каждую сестру, потому что это помощь Бога живого, непосредственная помощь, сверхъестественная помощь. Итак, будем ценить каждую каплю крови Иисуса Христа, потому что кровь Иисуса Христа – это цена вот этого брата и этой сестры. Если мы попираем брата или сестру, мы не можем иметь общение в духе, и уже говорить, что мы имеем общение с Богом через его дух – это мы не можем. И как написано, что никто не знает, что в сердце человеческом, кроме духа человеческого, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия, распознающей все глубины Бога живого, все его тайны. Мы хотим общаться с Богом. Да, цели стремления. Мы умоляемся перед Богом. Но однако первое мы должны умоляться перед братом и перед сестрой, чтобы возможно было с их духом общаться. И только этому, из этого низкого уровня, Бог поднимает, возвышает нас на высокий уровень, чтобы нам возможно было общаться с Богом через его духа на этой высокой духовной сфере. Да поможет нам Господь. Да будем любить друг друга. Да будем уважать друг друга. Да будем возвышать друг друга. И будем ценить друг друга выше, чем нас самих. Аминь. Мир дому вашему. Аминь. 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 Аминь.